Добрый день, мои дорогие! Меня зовут Эльдар Нагорный, я маркетолог и руководитель IT-компании вот уже 10 лет. Сегодня мы продолжим с вами говорить про новости IT-технологий последних недель, которые зацепили лично меня. Поехали! Apple займется разработкой 6G. В свое время Apple упустила шанс выпустить первый в мире 5G-смартфон, помешал в затяжной конфликт с производителем чипов Qualcomm. iPhone из поддержки 5G вышли всего несколько месяцев назад и уже никого особо не удивили. Но теперь, похоже, компания решила взять реванш и возглавить разработку 6G. Недавно Apple разместила на своем сайте вакансии для инженеров, которым предстоит исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи следующего поколения, а также участвовать в отраслевых и академических форумах, посвященных технологии 6G. Вакансии открыты в двух офисах компаний – в Купертино и в Сан-Диего. В прошлом году Apple присоединилась к альянсу компаний, разрабатывающих стандарты 6G. Будущее этой технологии все еще туманно – нет ни спецификаций, ни приблизительных сроков развертывания. Все, что известно на данный момент – связь будет работать в терагерцовом диапазоне и, как ожидается, обеспечивать скорость в 100 раз выше, чем, внимание, 5G. Как любопытно наблюдать, как прямо у меня на глазах происходит очередная технологическая революция, а люди все дальше и дальше загоняют себя в иррациональные страхи и мифологию. В 19 веке в первую промышленную революцию лудиты громили станки и паровые двигатели. Теперь они сжигают вышки 5G и опять вспомнили про плоскую землю. Я помню, как пользовался дискетами, помню первый компакт-диск, а моя мама работала на ЭВМ величиной в зал консерватории и таскала большие пачки бумажных перфокарт. Я помню, как у меня появился один из первых мобильных телефонов NMT-формата, не GSM, Nokia 550. Вот это настоящий неубиваемый телефон, а не ваша дешевая 3310. Мой сын скажет, я помню, как появились первые электромобили, а одного аккумулятора было достаточно, чтобы проехать всего 500 километров. Надеюсь, я успею сказать, что помню, как первый человек высадился на Марсе. Очень надеюсь. Новый компьютерный вирус заразил 30 тысяч компьютеров Mac. Случаи заражения зафиксированы в 153 странах, больше всего в США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии. В ситуации пытаются разобраться безопасники из компаний Red Canary, Mailware Bytes и VMware Carbon Black. Кто, как и, главное, зачем распространяет вирус, выяснить пока не удалось. На данный момент известно, что вирус, его назвали Silver Sparrow, имеет две версии. Одна заточена под процессоры Intel, другая под новые чипы M1 от Apple. Silver Sparrow не нагружает систему и ведет себя абсолютно незаметно. Раз в час он подключается к серверу с неизвестным местоположением, но ничего плохого вроде бы не делает. Эксперты полагают, что вирус ждет команду для активации, а что за ней последует, можно только предполагать. Самое интересное, что Silver Sparrow имеет функцию самоуничтожения, которая обычно используется в профессиональных разведывательных операциях. Все это наталкивает специалистов на мысль, что странный вирус – это действительно серьезная угроза. Apple уже отозвала сертификаты разработчиков, под которыми распространялся Silver Sparrow. Компания надеется, что это предотвратит новые случаи заражения. Я давно не пользовался компьютерами под управлением Windows. Но тут пришлось. И каково было мое удивление, когда коллеги сказали мне, что серьезные антивирусы там уже не нужны. Мол, эпоха засилья вирусов прошла, и можно работать в сети спокойно. Как бы не так, правда? Тем более, если пострадали маг. Как в анекдоте, страшно представить, что там на Windows происходит. Это шутка, конечно. Украинские вузы не справляются с растущим спросом на программистов. Об этом сообщает Офис эффективного регулирования BRDO – независимый аналитический центр, созданный по инициативе Украинского министерства экономики. Как говорится в исследовании BRDO, ежегодно индустрии IT требуется более 50 тысяч новых специалистов. А вузы последние пять лет стабильно выпускали всего 16 тысяч IT-бакалавров в год. Ожидается, что в 2024 году эта цифра вырастет еще на 23%, в первую очередь благодаря увеличению бюджетных мест на IT-специальности. По прогнозам BRDO, при самом оптимистичном сценарии динамического роста к 2030 году количество IT-выпускников может увеличиться до 37,5 тысяч человек в год. И этого будет все равно недостаточно. Кроме того, возможны варианты сдержанного и замедленного роста, где количество новых специалистов составит 28 или даже 23 тысячи человек соответственно. Так или иначе, система высшего образования, очевидно, не сможет удовлетворить спрос на IT-шников. Вся надежда на неформальные IT-школы, свитчеров и иностранных специалистов, говорят в BRDO. Я вам более того скажу. Система государственного образования в Украине не справляется ни с каким спросом, ни на каких специалистов. В любой абсолютно области. Она совершенно не приспособлена к современному рынку труда. Она не поворотлива, не дает реальных навыков и выпускает недоспециалистов. За редким исключением, большинство выпускников IT-специальностей не способны выходить на работу после выпуска. И это трагедия для всей отрасли. Джуны никому не нужны, вот эта фраза, она лишь потому актуальна, что наши джуны, джуны в представлении наших вузов, это совсем не те специалисты, которые нужны реальному рынку. Именно потому так важна наша работа и наших коллег, образовательных центров, которые готовят настоящих стронг-джунов с опытом работы на реальных проектах, которых так не хватает в IT-индустрии. К слову, сейчас самое время рассказать о том, почему обучение в образовательном центре FoxMinded позволяет вам на самом деле выйти на работу и не испытать шока от реальных задач. Например, наш курс Python состоит из 16 практических заданий, таких, которыми вам придется столкнуться в реальной работе в IT-компании. Писать приложения с использованием Flask и Django, проектировать структуры баз данных, создать собственную инфраструктуру с несколькими сервисами и пользоваться фронтенд-инструментами. А еще писать юнит-тесты сразу, собственные Python-пакеты. Созданное вами реальное веб-приложение вы добавите в свое портфолио и упомянете в резюме при приеме на работу. Украина впервые заработала на экспорте IT более 5 миллиардов долларов за год. Как сообщает BRDO, это 8,3% от всех экспортных доходов страны. В целом, за прошлый год экспорт товаров и услуг из Украины сократился на 4,6%, но сфера IT – исключение. По сравнению с 2019 годом экспорт IT-услуг вырос аж на 20%. Вот мне бы не хотелось сейчас говорить о политике, но сокращение экспорта после стольких лет взрывного роста – серьезно? В IT-отрасли я как раз не сомневался, но хочу высказать простую мысль. Если правительство введет систему налогообложения, которая прописана в их новом проекте закона, то Украина ровно в один день лишится всех этих 8%. В ту же секунду это очевидно и понятно любому, у кого есть голова на плечах, кто работает в этой области или хотя бы примерно представляет, как устроена финансовая модель IT-разработки. Вот где бы найти таких людей в правительстве? По словам Ассоциации IT Ukraine, индустрия быстро вырулила из кризиса. Во-первых, благодаря восстановлению спроса на глобальном рынке, что, в общем, очевидно, потому что переход в онлайн на самом деле потребовал огромный объем новой разработки. Во-вторых, за счет сохранения высокого качества работы и конкурентных цен. В сумме за последние 4 года доходы от экспорта IT-услуг превысили 16 миллиардов долларов. Как отмечают в IT Ukraine, главные факторы роста – высокий уровень украинских специалистов, отсутствие внимания, отсутствие регуляции рынка и возможность оформлять трудовые отношения по модели ФОП. Программисты из Беларуси разработали сервис для анонимного общения в Telegram. Сервис называется Incognito, что неудивительно. Он позволяет создавать анонимные групповые чаты поверх Telegram-ботов. Пользователи попадают в чат по одноразовой ссылке приглашению от админа, действующей 30 или 180 минут, и не видят аккаунтов друг друга. Общение идет под псевдонимами, написать в личку другому участнику невозможно. Сервис не сохраняет историю переписки, она существует только на устройствах участников чата. Каждое сообщение висит 24 часа, а затем автоматически удаляется. Кроме того, пользователь может сам удалить свои сообщения в любой момент. В планах разработчиков дать админам право стирать всю историю чата в один клик, а также настраивать таймер автоматического удаления. Чтобы создать свой чат, нужно зарегистрироваться в мастер-боте Incognito Bot и следовать инструкциям. Сейчас, пока сервис находится на стадии публичного бета-тестирования, каждый пользователь может создать всего три анонимных чата с лимитом в 10 участников. Позже эти ограничения снимут. Свои имена создатели Incognito не раскрывают. Это неудивительно, учитывая ситуацию и давление властей Беларуси на местных айтишников. Если у вас есть идеи по улучшению сервиса, их можно предложить через бота обратной связи. Incognito Service в самом безопасном сервисе на рынке. Ну, такие дела, вы поняли. Искусственный интеллект научился определять эмоции человека с помощью радиоволнового передатчика. Технологию разработали ученые из Лондонского университета Королевы Марии. Созданный ими ИИ-алгоритм основан не на распознавании мимики, а на анализе частоты дыхания и сердцебиения человека. Эти показатели измеряются дистанционно с помощью радиоволнового передатчика. Определяется время, за которое радиоволна успевает отразиться от препятствия, в данном случае тела человека, и вернуться на приемник. Такая себе летучая мышь. За счет движения грудной клетки это время отличается в момент вдоха и выдоха, а также зависит от колебаний кожи вблизи крупных кровеносных сосудов. Метод протестировали на 15 добровольцах. Им показали видеоролики, вызывающие определенные эмоции, такие как гнев, печаль, радость и т.д. Алгоритм правильно угадал эмоции подопытных в 71% случаев. Теперь ученые хотят провести широкомасштабное тестирование с большим числом участников. Вот меня лично смущает область применения таких технологий. Что это? Детектор лжи? Замеры эмоциональной реакции на рекламу, на кино? Слежка за гражданами? Что еще? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Американские ученые предложили заряжать гаджеты теплом человеческого тела. Тело человека постоянно выделяет тепло, которое могло бы быть неплохим источником энергии. Чтобы превратить его в электричество, нужны термоэлектрические генераторы, которые будут находиться в контакте с кожей человека, говорят исследователи из Университета Колорадо в Болдере. Они использовали серию миниатюрных термоэлектрических чипов, соединенных жидкими металлическими проводами и встроенных в подложку из полиэмина, прочного эластичного материала, пригодного для изготовления колец, браслетов и даже гибких наклеек, которые можно лепить прямо на кожу человека. По словам ученых, их кожная батарейка может генерировать около 1 ватта энергии на квадратный сантиметр кожи. Этого вполне достаточно для питания смарт-часов, например, и других гаджетов. При желании мощность можно увеличить, добавив больше генераторов. На рынке подобное устройство сможет появиться через 5-10 лет. Скорее всего, оно будет выпускаться в виде колец или браслетов. Вот и настала пора матрицы, правда? Искусственный интеллект, дополненная реальность и люди-батарейки. Супер! Huawei внедряет искусственный интеллект на китайских шахтах и свинофермах. За последний квартал 2020 года Huawei продала 33 миллиона смартфонов. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Причина такого провала очевидна. Это американские санкции, из-за которых Huawei потеряла доступ к OS Android и новейшим чипам от компании TSMC. Чтобы удержаться на плаву, Huawei активно разрабатывает новые продукты. Например, беспроводную зарядку, которая работает на расстоянии нескольких метров. Я рассказывал о ней в прошлом выпуске новостей. Параллельно компания пытается модернизировать традиционные отрасли китайской экономики. Например, свиноводство. В Huawei уже создали систему искусственного интеллекта, которая поможет мониторить поголовье свиней, следить за их рационом и выявлять больных особей. Кроме того, компания нацелилась на горнодобывающую промышленность. Она собирается построить лабораторию инноваций в провинции Шан-Си на севере Китая, где сконцентрированы угольные шахты. Как заявил основатель Huawei Жен Чин Фэй, цель проекта максимально автоматизировать добычу угля, избавив людей от тяжелого и опасного труда. Вплоть до того, чтобы шахтеры могли носить на работе костюмы и галстуки. Не пора ли эти шахты просто закрывать? В своем обращении новый президент США назвал Китай одним из ключевых вызовов современному демократическому миру. Причина в одном – тоталитарное государство впервые получает шанс стать более технологически развитым, чем демократические государства со свободной конкурентной экономикой. Такого раньше не было в истории. Никто не понимает, к чему это может привести. Мировой рынок лоукод-технологий в 2021 году вырастет на 23%. Такой прогноз делают аналитики Гартнер. Лоукод – низкий код. Это малокодовая разработка. Так называют упрощенный подход к созданию ПО, при котором писать код практически не приходится. В основном используются визуальные языки программирования и прочие интуитивно понятные интерфейсы, разобраться в которых под силу даже далекому отойти человеку. В Гартнер считают, что в 2021 году мировые инвестиции в лоукод-технологии составят почти 14 миллиардов долларов. Из них почти 6 миллиардов придется на платформы для разработки приложений, 3 миллиарда на инструменты для бизнеса. В этом году низкокодовые технологии в той или иной форме внедрят большинство крупных компаний, говорят в Гартнер. Главные причины – удаленная работа и запрос на автоматизацию. Значит ли внедрение таких технологий, что программисты будут больше не нужны? Ну, вообще-то, скорее, это значит, что программистами скоро станут все. Вот что значит для рынка труда новая постиндустриальная революция. И последнее, очень приятная и знаковая для украинцем новость. Епам Украин возглавил рейтинг крупнейших IT-компаний Украины. И не просто возглавил, но первый пересек психологическую отметку в 10 тысяч сотрудников. Как сообщает портал Доу, в 50 самых больших украинских IT-компаниях сегодня в сумме работают более 76 тысяч человек. За второе полугодие 2020 года количество сотрудников в общем сложности увеличилось на 11,5%. Это рекордный показатель для украинского IT. Вот вам и кризис. Пятое место по размерам штата заняла компания Циклум. Более 2700 сотрудников. Чуть не занизил показатели компании Циклум в 10 раз. Четвертое место – Люксофт. 3400 человек. Третье место – Global Logic – 5700. Второе место – SoftServe – 7900 человек. А на первой строчке рейтинга – украинский филиал Епам. Он стал первой компанией в Украине, перешагнувшей рубеж в 10 тысяч сотрудников. Сегодня их 10300 человек. Причем 2000 из них присоединились за последние полгода. Как рассказали в самой компании, штат активно расширяется, так как пришло много крупных клиентов из сферы здравоохранения. Неудивительно. Офисы компании есть в Киеве, Львове, Виннице, Харькове, Днепре и Одессе. Кроме того, удаленно компания сотрудничает со специалистами из других украинских городов. К слову, среди наших менторов в нашем образовательном центре есть немало сотрудников компании Епам. Так что мы все их поздравляем с этим знаменательным событием. В Украине филиал Епам появился в 2005 году. А вообще компания Епам Систем существует с 1993. Ее основали программисты из Беларуси, друзья детства Леонид Лознер и Аркадий Добкин, переехавшие в США. Изначально это был типичный гаражный стартап. На первых порах штаб-квартира Епам располагалась в квартире Аркадия в Нью-Джерси. А центр разработки в подвале жилого дома в Минске. Сейчас офисы Епам есть в более чем 30 странах мира. В общей сложности в них работают около 41 тысячи специалистов. Мы строим большие e-commerce системы, дата системы с серьезной аналитикой, говорит Аркадий Добкин. Среди клиентов компании Google, UBS, Expedia Group и другие. Кстати, в 2012 году Епам стал первой компанией с белорусскими корнями, разместившей свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Тогда ее оценивали в 488 миллионов долларов. Сегодня же ее капитализация составляет около 20 миллиардов. На этой оптимистичной ноте хочу закончить сегодняшний выпуск новостей. Пожелать вам всем хорошего дня, успехов в работе и серьезного роста вашим компаниям. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, нажимайте на колокольчик, следите за новыми выпусками новостей мира технологий и IT. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!